То, что вы будете в Кремле, на самом деле накладывает на вас ведь какие-то, ну, определенного рода табу. В какой-то степени, я думаю, да. И потом, еще ведь помимо такого неформально прописанного фактора, есть просто формально прописанные вещи. Сейчас закон подписал президент о запрете ненормативной лексики. У нас нету задачи выйти на сцену и всех обложить на рецепт. Тем более, что вообще совершенно я не понимаю, что имеется в виду. Имеется в виду там название каких-то определенных частей организма или более широко. Это пока не знает никто. Ждем судебной практики с нетерпением. Да, вот что я сейчас скажу, слово попа, и ах, окажется, что да. А у вас-то там не то, что попа фигурирует. Ну, безусловно, придется скорректировать, ну, как жизни есть жизни, никто не собирается нарушать закон. А что касается ненормативной лексики, да, она у нас была на калошах, мы там как-то и запикивали и все такое. Но мы сами, например, вручали калошу за ненормативную лексику в группе «Бахает компот», как сейчас помню, за какую-то песню. И поэтому, в общем, такой самоцели обязательно выйти, что-то там сказать матом, конечно, нет. Но раньше, в общем, могло появиться какое-то такое красное словцо, если к месту. Но сейчас, ну, значит, мы скорректируем, этого не будет, конечно. Не, ну а как вы можете контролировать своих гостей, ваши подборты гостей, достаточно широкая палитра людей? Вы имеете в виду тех, кто выйдет на сцену, что выйдет на сцену Джигурда и там что-нибудь начнет? У которого в Твиттере просто каждый день там такие... Он фонтанирует, да. Что не день-то новость. Ну, да, как-то будем над этим думать и как-то будем пытаться регулировать, не знаю, договариваться, еще что-то. Мне сложно сказать, потому что это такая история совсем свежая, и мы к ней поражаем. Ну да, кто про площадку договаривался вот с Кремлем, это вы ведете переговоры? Ну и я в том числе, у нас есть юристы, есть сотрудники, которые этим занимаются. Хорошо, тогда чья идея была в Кремле? Потому что это очень необычный выбор именно для этой церемонии. Необычный – это не значит, что плохой. Нет, мы подумали, что это может быть любопытно, смешно, и, в общем, для нас это тоже такой достаточно опасный шаг, потому что, как я сказал, площадка большая, ответственность большая, и есть определенные ограничения, которые тоже, понятно, надо соблюдать в чужом доме. Но, тем не менее, ну, сделали, вот мы такие провели переговоры. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Ненормативная лексика в эфире вас не смущает? Она меня смущает, но меня много чего в жизни смущает, но это часть жизни, ненормативная лексика. И поскольку она очень экспрессивная, это не было желанием оскорбить. Это была некая экспрессия, это был некий возглас. Ну, я сам слова-то тоже знаю. Вы быту употребляете? Я в быту редко, но употребляю. Но это тоже не как ругательство. Никогда как ругательство, а как восклицание. Акцентирование. Да, и когда я в обществе, я пытаюсь это не делать, только раз со знакомыми. Потому что некоторые это воспринимают как личное оскорбление. Зачем оскорблять людей? Но я могу выбрать нужную лексику. Путина мы употребляли когда-нибудь? Никогда. И, кстати, президент тоже никогда я не слышал. И, кстати, и второй президент, или вернее первый, и Борис Николаевич. А вот Михаил Сергеевич, с которым я сейчас задружился, и с которым мы два раза в месяц обедаем, он моет. Он русским языком владеет виртуозно. Я бы сказал, я стараюсь при президенте не очень, но он могет. Вот про запреты мы стали говорить. Ненормативную лексику запрещено, по-моему, в кино. Показывать, как пьют что-то. Ну, нет, там не запрещено. Это как-то вы должны... Там, во-первых, ограничения сразу появляются. Но это рекомендательный характер носит. А вот по телевизору вы не можете показать, как человек пьет, занимается сексом и курит, по-моему, до 22 часов. Вот интересно, мне кажется, что здесь все-таки срабатывает тезис Алтыкова-Щедрина, что строгость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Насколько я понимаю, что здесь, в гоголь-центре, на сцене, ведь можно употреблять ненормативную лексику, и это как-то практикуется, и, в общем, никто по этому поводу никаких вер не принимает. А ведь я бы не то, что большой сторонник ненормативной лексики на сцене или еще где-то. Она, либо она является частью речи... Ну, она является частью речи. Естественно, вытекающей, да? Или... Нет, а бывает же, когда там... Сейчас я выйду и громко скажу. И вот, а, как вам? Это фигня, это провокация, которая... Ну, то есть, мне это неинтересно. А когда человек это проскакивает, да, бывает. Еще раз. Вот мы играем маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, у нас нет ненормативной лексики. Вот. Хотя у нас там с поэтикой Пушкина рядом присутствует, например, поэтика рэпера Хаскин, например. Вот. Совсем разные вещи. Но все равно. Поэтому... Еще раз. Мне это все кажется результатом какого-то заблуждения. отсутствием, в общем, достаточного системного понимания, что такое культура, у некоторой части, наверное, людей, которые ей руководят, или которые пытаются ее, так сказать, как-то формировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. А скажите, вот, как вы тогда относитесь, человек, который вот так категорично высказывает, что нужно что-то ограничивать, что запретить, как вы к запретам законодательным относитесь, например, вы знаете, что приняты нормы, по которым нельзя демонстрировать в кино употребление никотина, и что цензуируется даже уже... Я плохо к этому отношусь. А к этому вы относитесь плохо? Очень плохо. К такого рода запретам. Потому что искусство, прежде всего, главная его функция – это отражать жизнь. Понимаете? Да. Какая жизнь, таков и экран, такова и сцена. Нече на зеркало пенять колерожа крива. А еще это бывает, как у нас часто, бывает это дико нелепо, потому что идет какой-нибудь фильм, где фонтаном льется кровь, друг друга люди убивают, отрубают башки, поэтому написано. В фильме демонстрируются сцены курения. Курение опасно для вашего здоровья. Ничего себе, я думаю, а отрубание башки не опасно для вашего здоровья? Опускание крови фонтаном не опасно? Ну, что за... Вообще, по-моему, это хрень какая-то. И когда зачеркиваю, я смотрю, затуманивают бутылки. Сигареты сейчас тоже, да, дым есть, а что в руке не память? Это мне напоминает уже книгу, которую я читал. Я уже при садской власти это все проходил. А сейчас что-то я вдруг опять, а я это уже дежавю у меня, понимаете? А запрет на употребление, в том числе и на сцене, ненормативной лекции? Тоже плохо отношусь. К запрету. А к ненормативной лекции? Как таковой к ненормативной лекции? Употребляете? Я так, я употребляю. Но это тоже ничего не значит. Я просто к тому, что это употребляет весь отечественный народ вообще. Есть, конечно, люди, которые не употребляют это. Но таких все-таки очень немного. А это вообще, к сожалению, характернейшая особенность народной речи. Причем любого ее социального уровня и слоя. Так говорят интеллигенты, так говорят, так сказать, бомжи. Так говорят в армии. Так разговаривают школьники. И так разговаривают люди, которые это запретили. Которые это запретили. Я против запретов. Запрет вот эти четыре любимых слова, которые нельзя употреблять. Всего четыре? Их четыре, да. Их четыре. Я был в общественной палате, сидел два года. И как раз насчет мата я выступал. И там регламент выступления был что-то пять или шесть минут. А я по поводу мата мне разнесло на какую-то ураганную речь минут на восемь или десять. Но без употребления. Без употребления. Так вот когда мне сказали, ну вы, конечно, мы не могли вас остановить, но вы так увлеченно говорили, я сказал, что если бы мне позволили употребить вот эти четыре слова, я уложился бы в две минуты. Ну конечно, это точно. Поэтому я отношусь к этому, к запрету, вот запрету, я отношусь плохо, как вообще вот подобного рода, запрет на слова, это мне кажется совсем не тот путь. Я сразу вспоминаю запреты на инструменты, запреты на виды музыки, на разные жанры. Я помню очень хорошо запрет на джаз, на рок-н-ролл, запрет на саксофон. Вот знаете, это все из этого набора. Нельзя этих слов употреблять. А как снимать фильмы документальные, понимаете? А как снять документальный фильм про армию, про войну, ну что такое? Говорят, а раньше же обходились. Ну понимаете, это не довод. Потому что раньше обходились, скажем, и без рок-н-ролла. Ну был при Моцарте, при Бетховене. Но как только это возникло, уже вспять дороги нет. Уже человечество переступило. Вообще вот этот Рубикон, скажем, нецензурные речи. Человечество переступило. Уже мировая культура переступила. Это уже в 20 веке. На этом, так сказать, это употребляли уже великие произведения. И в кино, и в театре, и в литературе. Это уже есть. Уже обратно затолкать эту, так сказать, понимаете, этого джина в бутылку уже невозможно. Потому что уже это, это уже есть. А ограничения должны быть. Надо предупреждать. Кто-то это не терпит. Абсолютно понимаю. И вообще ничего хорошего в этой речи, так сказать, в такой, ну, наверное, нет. Но просто... Кроме того, что вы отметили, кроме емкости. Ну вообще, это же даже, ну что вы, я вам скажу. Я читаю современные отечественные пьесы. Вот есть замечательные интересные фестивали. Там Любимовка, Евразия. Ну, где вот современные отечественные драматурги как-то представляют свои пьесы. И вот все, что мне кажется по-настоящему интересным и талантливым, по-настоящему, как правило, не проходит по этому. Как правило, там употребляется это. Потому что это отражает нашу реальность. Понимаете? А я опять думаю, это глупая борьба с зеркалами. Надо с этим бороться в жизни, а не на экране и на сцене. Смотри, и Орлов, и Степанцов, так же, как и ты, используют или использовали, не знаю, вот сейчас мы поговорим об этом, ненормативную лексику. Сейчас, как мы с тобой знаем, это уже вот, ну, не айс. Это вышло из моды. Да, это вышло из моды. Это не модно. Ты находишь какие-то замены тем словам в своих произведениях былых и не используешь в новых? Или как ты, в общем, учитываешь вот этот тренд? Знаешь, я вообще старался не использовать ненормативную лексику в авторской речи. В авторской. Ну да. У меня так разговаривают герои. Персонажи, да. Персонажи, потому что по речи персонажа, героя, можно составить его портрет, даже визуальный портрет, как он выглядит. Вот, но вообще круто, если ты, вот нет ни одного ненормативного слова, но есть такие слова, которые в десять раз мощнее заменяют, они цензурны, но они выражают то же самое. Вот попробовать это сейчас найти, это интересно, это круто. А, кстати, у Андрея это был период, когда вот там просто слова, ни одного живого слова цензурного не было. Да, ну и у Степанцова, как мы знаем, есть поэмы, которые были очень на слуху и обсуждались и в благосфере, и в средствах массовой информации, которые тоже состояли там меньше, чем наполовину, наверное. Был период такой, может быть, больше, ну, десять, больше десяти лет назад, это считалось там, вау, выходит поэт и начинает сыпать там таким... Сейчас меня, честно говоря, коробят от этого, самого вот как-то передергивают, когда вот ухо слышат. Это должно быть вот как соль и перец, да, это вот такая некая приправа, которую... Я так понимаю, что, ну, судя по тенденции последних лет, вы распрощались с ненормативной лексикой или находитесь на этапе прощания? Вы знаете, я специально не прощался ни с какой лексикой. В моих песнях может встречаться любая лексика не только русского, но и многих других языков. Встречаются те слова, которые я слышу и которые я чувствую, что мне необходимо транслировать. И на каком-то этапе табуированная лексика присутствовала больше. Возможно, я всё уже сказал в этом регистре речевом. И поэтому я, так сказать, абсолютно естественным образом, без всяких таких специальных прощаний, просто сейчас этот лексический пласт у меня не очень актуален в песнях. Вот, если что я могу сказать. Ну, всё-таки, вы знаете, как-то, мне кажется, вы лукавите немножечко. Нет, я не лукавлю. Вы ведь начали, собственно, с ненормативной лексики. И я думаю, что там миллион просмотров у некоторых ваших вещей на Ютьюбе. Он пустулирован не только техникой исполнения, но и тем, что в названии присутствует вот эта самая лексика. Я могу с этим попытаться поспорить. Во-первых, я не лукавлю. И это трудно доказать. Я только могу сказать честное слово или что-нибудь в этом роде. Я говорю правду. Потому что иногда бывает нам эмпирический опыт подсказывает в жизни. Иногда правда бывает менее правдоподобна. Да она всегда менее правдоподобна. Я говорю сейчас, как ни смешно, как ни странно, чистейшую правду. Я могу бы придумать веселую, смешную хохму вместо этой правды. Она будет скучнее, не так интересно. Точнее, правда скучнее. Я просто говорю о том, что я начинал ни с какой нетабуированной лексики. Первые мои песни, например, самая первая песня, которую я когда-либо публично исполнял, есть в фильме «Пыль. Верую в Бога». В этой песне... Вы там ведь и в роли актера выступили. Я там в роли некого такого сектанта-проповедника. В этой песне нет ни одного табуированного слова. И многие песни конца 80-х, 90-х у меня где-то есть гротескные или табуированные, а где-то нет. Давайте все-таки не передергивать мой вопрос. Я сказал, что вы прославились как исполнитель ненормативной лексики. С чего вы начали, я не знаю, потому что история об этом умалчивает. История нам показывает, что вы стали популярны. Вот я просто читаю в сети. Псой Короленко, бродячий ученый, молодежный филолог и акин. Так, и где тут мат? Ак-ин? Нет. Не знаю. Кстати, вы считаете акином? Не знаю. В каком-то смысле. Я что вижу, то пою. Это правда. Значит, когда вы используете ненормативную лексику, вы что видели? Объясните мне, пожалуйста. Язык. Язык, в котором есть очень много странных, необычных сюжетов. Это языковая игра. Языковая игра. И вы знаете, я не думаю, что стал известен благодаря использованию немаративной лексики. Вы знаете, я прошу вам, чтобы не быть голословным, что вот в последнее время чурается использование лексики на концертах, а в старых песнях нецензурные слова заменяет попадающими в ритм цензурными. А это пишет какая-то очень авторитетная инстанция, да? Ну, вообще авторитетных инстанций вообще у нас нет из тех, кто пишет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Раз уж мы упоминали про запреты, объясните мне такую вещь. В GQ употреблялась достаточно обильная ненормативная лексика, что было очень как бы необычно, опять если мы говорим про гламурное наполнение здания. И про вас в статье в Википедии написано, что вы в живом журнале употребляете ненормативную лексику. По-моему, сейчас уже нет, да? Ну, иногда бывает. А вы как-то пересмотрели свое отношение к русскому языку после запретов? Или это вследствие взросления, я не знаю? Ну, я в принципе, как обычный интеллигентный человек, я всегда матерился. Интеллигентные люди матерятся. Просто они используют мат не так, как используют неинтеллигентные люди. То есть не в качестве междометия, а в качестве органической части высказывания. Когда тебе это нужно, ты используешь это слово. Если тебе, так сказать, это не очень нужно, ты скорее скажешь, воспользуешься эвфемизмом. То есть для любого интеллигентного, особенно человека из университета, ну как, ну это органическая часть русской культуры. Все русские писатели употребляли мат. Это нормально совершенно, потому что это и есть живой русский язык. Причем никакой не татаро-монгольский, как у нас считают. Это абсолютно древний, в берестяных грамотах Новгорода. Есть масса матерных слов в 12 веке, еще до всяких татаро-монгольских. Это каких, например? Каких, например? Ну мы же не можем их здесь употребить. Почему? Обозначение женского полового органа, например. Причем все, значит, со всеми словообразованиями от него, как и мы сейчас употребляем. Естественно, мужской половой орган, безусловно, присутствует. Обозначение женщины легкого поведения, оно вообще не матерное, потому что оно из Библии. Это которое? Вы хотите, чтобы нас всех привлекли? С пледом. Так вот, это, собственно, человек, который плед, он, соответственно, говорит неправильные вещи. То есть это никак не связано с сексом, но это слово употребляется очень давно в русском языке. Ну вот вы мне объясните или скажите, что вы думаете по этому поводу. Политики, которые вот эти ограничения вводят, они просто на самом деле понимают, что существует какой-то социальный заказ, что на самом деле это вызовет одобрение. Или им самим неприятно употребление, слов, потому что они из другой среды. Слуха я их знаю, они употребляют довольно активно. Ну а они употребляют это в качестве междометника, как вы сказали? Кто как, ну это зависит. Там есть образованные люди, а есть необразованные. Что движет людьми, которые генерируют вот такого рода запреты? Я думаю, есть определенный запретительный тренд, и это мера просто в рамках этого запретительного тренда. Запретить, не пущать, не давать и так далее. Ну вы ведь общаетесь с этим людям, у вас есть знакомые депутаты, да? Вот смотрите, с каждым из них, когда отдельно общаешься, абсолютно как бы вменяемый нормальный человек, с которым можно там говорить о чем угодно. Когда они вместе собираются, они вот делают то, что они делают. Ну есть политический, понимаете, есть же политический курс, да. Они не всегда его формируют. А кто определяет политический курс? Ну, администрация президента, конечно, Путин и администрация президента. Нет, администрация президента и президент вообще это не тождественное, как мне кажется. Единственное, но я думаю, что, конечно, Путин советуется с теми людьми, которые управляют от его имени страной. Это было бы очень логично. Я думаю, что ближайшие его советники, так или иначе, это штатные сотрудники администрации. Либо люди, которые возглавляют какие-то очень крупные компании в стране. То есть, конечно, это определенный политический курс. Вот есть запретительная логика, в рамках нее могут запретить, я не знаю, носить. Вот помните, была эта идея, что все должны носить вечером светоотражающую одежду. Но это же абсолютно абсурд. Я не помню, это как-то не вопрос. Нет, это вот была такая тоже инициатива. Я уже думал, что введут, потому что всего можно ожидать. То есть, для меня в рамках этого это очень быстро уйдет и исчезнет. Мы об этом даже забудем. Потому что, я говорю, 12 век, это часть русского языка. Мне кажется, самый правильный путь, на самом деле, это относиться к мату именно как не к междометию, а как к части нашей культуры, которая нужна просто... Ну, это все равно, что там пять раз требует слово «который» в предложении. Это некрасиво, да? Вот есть красиво, а есть некрасиво. Когда уместно, когда неуместно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Вот смотрите, вы упомянули Шнурова. Да. У него слов немного, но слова этого, ну, в принципе, всем нам известны, и они, в общем-то, народом любимы. Несли смысл. Вот вы считаете, что именно за счет употребления этих слов, я имею в виду ненормативную лексику, он рванул, или там что-то есть другое? Я считаю, что этот человек абсолютно попал во время, абсолютно герой нашего времени. Мне кажется, он абсолютно попал в офисную аудиторию. Он во всех попал, его многие песни. То есть вы имеете в виду, что офисный планктон — это основная его… Это люди, которым нужен вот этот выход после пяти дней в офисе, когда они вынуждены быть корректными, толерантными с начальством, с коллегами, писать письма, отвечать на письма. И вот они выходят, и им хочется сказать все, что говорит Шнуров. Но при этом, я говорю, это не только в офисный планктон, и он попадает и в меня, и в кучу моих друзей, потому что это заразительно, потому что это ярко, потому что за простыми словами очень часто скрывается и глубокая философия, и протест, и все на свете.